Кофе Хурадо Это был небольшой семейный бизнес, который и по сей день принадлежит его хозяинам. Это уже четвертое поколение. Они начали с магазина, затем построили свою небольшую фабрику в центре Аликанте. И производство кофе их привело к тому, что они выехали за пределы города, отстроили фабрику, на которой обжаривается кофе по разным технологиям и упаковывается также. И имеют они несколько вариантов собственного производства обжарки кофе. Одна из особенностей фирмы Хурадо – это то, что они могут позволить себе инвестиции в плантацию кофе. И они покупают кофе экологичное, что означает выращенное без добавления химических элементов в почву. Поскольку они в прошлом году были в Москве на Протфуд, в этом году они представлены в Петербурге, это приносит очень большую выгоду для развития семейного бизнеса, для развития кофе Хурадо. И, конечно, они планируют приехать сюда и на будущий год, и развиваться в новых направлениях, и участвовать в разных выставках. Это новый бренд в российском рынке. Мы привезли его с нашими испанскими партнерами, которые являются производителем полного цикла продукта, начиная от плантации и заканчивая подконтрольной упаковкой кофе. Этот бренд представлен на рынке Санкт-Петербурга для работы с локальными сетями и со всеми партнерами, кто будет заинтересован в дистрибуции данного кофе и его продаже конечным потребителям. Основное отличие кофе, то, чем заинтересовало нас, как компанию партнера, компанию Хурадо, и что будет интересно для нашего потребителя, это экологичный кофе. Это кофе, это специальные миксы и обжарка, которые есть у данного производителя. Мы первый раз на Петерфуде, это первый опыт. Не могу сказать, что он будет безрезультатным для нас, на самом деле достаточно положительно. Очень много работы в центре переговоров с сетями. Мои коллеги буквально работают там два дня с утра до ночи. Очень много интереса со стороны сетей, со стороны ритейлеров, вплоть общение до собственников. Я надеюсь, что с помощью этой выставки мы будем широко представлены на рынке Северо-Запад-Норик. Первая выставка, где мы представляем бренд Хурадо, и начали мы именно с Северо-Запада, то есть для нас первый опыт. Следующая, где будем представлять Москва, это место основной локации у нас, это будет продактор. У нас запланированы бетели активности, у нас запланирована промо при каждом входе в любую сеть. У нас изначально составляется план, идет промо-поддержка непосредственно с дегустациями внутри самого ритейлера, если позволяет формат магазина это делать. Мы стараемся нести продукт до покупателя, конечно, до потребителя, чтобы сделать этот бренд популярным. Ну и, конечно же, онлайн-интернет-поддержка. Мы видим нишу, во-первых, в экологическом кофе. Его сейчас, эта ниша начинает расти и расширяться. Здесь, поскольку полный цикл производства, это действительно экологичный кофе. Там даже экологична сама упаковка, в которой он упакован. Во-вторых, это ценовой сегмент, ценовое позиционирование. Это очень высокое качество на уровне топовых производителей, которые представлены уже на российском рынке. Но при этом, при всем, цена вполне по карману естественному потребителю. То есть мы находимся, наверное, в нижнем сегменте, в нижней части верхнего сегмента кофе. У нас есть капсульный кофе. Есть капсульный кофе, капсулы, подходящие уже под действующие, имеющиеся на рынке кофемашины. Поэтому для потребителя не составит труда просто купить и использовать у себя дома ту машину, которая же есть. Под нее не нужно покупать отдельные девайсы. Этот кофе хорош, он сделан достаточно правильно. Дело в том, что все капсулы изнутри металлизированы. Соответственно, пластиковая часть, в которой содержится обычный кофе, она влияет на его вкус. И, в общем-то, плоха для экологичности. Здесь этого нет, можно использовать этот продукт. Помимо этого, наполнение капсул происходит без применения специального инертного газа, который применяет большинство производителей. Это точно так же влияет на вкус кофе, но при этом технология такова, что позволяет без газа сохранить его все вкусовые качества. В принципе, пробами можно донести это до потребителя, и мы будем делать эту коммуникацию именно онлайн или интернет.